всем здрасте ребята гости подписчики канала канал семейных фермах зовут меня владимир вот показываем индюков белых яйцекладку они еще не начали но вот-вот индюк их топчет я думаю что в скором времени появится яйцо хотелось бы чтобы это было уже во второй половине марта ближе к апрелю ну как они решат так и будет как говорится никто же их останавливать не будет надо ему настелить сеном гнезда было бы неплохо но есть одно но сена у меня нет сейчас буду искать какой-то тюк 2 надо купить и у меня поломалась машина таврия не знаю на чем я привезу в общем надо как-то найти выход что-то придумать сегодня решил вам так сказать такое видео заснять об инкубационном яйце моего знакомого романа стасюка сегодня я смотрел видео и я понимаю что будут вопросы по инкубационному яйцу у него не выявилось там в общем получилось всего лишь два индюшонка тех яиц которые я отправил как он сказал что там непонятно что-то внутри на видео в общем я прекрасно себе отдаю отчет даю отчет что все не может быть идеально там не на сто процентов и не хочу там оправдываться и еще что-то говорить ну это яйцо очень долго лежала на почте там была большая проблема у нас не было света не было возможности машине забрать это все и около трех четырех дней она лежала у нас на почте это никак не вина романа что он забирал мне надо было вообще отозвать эту посылку и забрать ее и отправить другую ну так как уже он ждал в общем с этим яйцом такая серьезная предыстория и поэтому я так думаю я аж не уверен тоже на сто процентов что такой результат всем кто заказывал яйца я постараюсь вайбере найти переписки и пожалуйста напишите про результат я уже в одном своем видео рассказывал что если не оплот это полностью мои проблемы это первую очередь проблемы индюка конечно но деньги за пустое яйцо я естественно буду возвращать потому что яйцо стоит денег и конечно если поставить себя на место человека который покупает явно не раз такой ситуации был я естественно никогда не из кого никакой компенсации не требовал это как лотерея но я в любом случае буду компенсировать или же опять же яйцами если это не оплот если я был не оплот прям очень большой то даже если там больше 20 процентов это все равно человек попадает на деньги просто так грубо говоря то будем компенсировать или же буду сбрасывать на карту назад деньги или же отправлять яйцо это мы уже с вами индивидуально будем разговаривать и общаться и договариваться это дело не в репутации не в каком-то там вот там что и как это просто человеческое отношение такое же говорю если грубо говоря поставить себя на место человека который получил яйцо хотел индюша то там стопроцентный не оплот яйца пустые или ну только моя проблема только не оплот если там естественно замер цыпленок или еще что-то по каким-то причинам это уже вопрос не ко мне потому что птица содержится в прекрасных условиях птица уже вовсю на выгуле рацион кормления вы знаете как я кормлю и что мы добавляем какие ингредиенты так что здесь никаким проблем в кормлении родительского стада или еще что-то быть не должно цыпленок индюша так лупятся нормально без каких-либо задержек и еще хочу раз спросить тем кому я отсылал яйца это уже не один человек там много людей и я просил сразу там давать данные о результатах вывода чтобы знать примерно чего отталкиваться и все ни одна женщина всего лишь отписала что все нормально другие вообще ничего не написали я я даже не знаю я я же говорю всем отпишусь но и вы если посмотрите это видео обязательно отпишитесь за результат инкубации очень интересно ну что это дело такое с красными индюками я так понял у них вообще такие интересные бывает один период полный оплот бывает вперед когда не оплот так что здесь не угадаешь и по поводу цены все часто спрашивают какая 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 цена голубые индюки 50 гривен за яйцо чтобы уже расставить все точки красные индюки по 60 гривен за яйцо цены я не скажу что дешевые но ниже рыночных это сто процентов я мониторю цены смотрю ну и получается что цены ниже чем у остальных или есть такие же но дешевле яиц точно вы не найдете но именно на красную и бурбонскую и на голубых аспидных и жду не дождусь пока эти красавчики занесутся это у нас будет тяжелые такие классные индюки очень хочу их вывести ну естественно красных тоже не голубых но это чуть попозже будет это вы все увидите сейчас покажу вам еще куришу просит показать мне еще голубых у меня на данный момент 4 голубых южки индюк они все голубые нету не белых и бронзовых но у голубых индюков идет расщепление для этого до прошлого года не знал прошлом году я этом убедился я общался с заводчиками которые содержат голубых индюков много лет и они говорят что без этого никак нет нет да проскакивает или белый или бронзовый у нас у нас в украине бывает черный но это очень редко в россии черные в основном и сплэш выпадают так что это что касается голубых вот индюков а это у нас соседские индюки это мой индюк поработал и с индюшками тетя любые получились вот такие вот это индюшка приходит тоже к нему постоянно на свидание у них такие как белые бронзовые индюшки были а вот сейчас уже в основном голубые вот хочу вам показать и еще дешевку мы выликовали да индюшку практически мы вылечили кальцием вот этим жидким продавитом рыбьим жиром и творожок потихоньку каждый день течение наверно больше недели она уже здесь сидит я же рассказывал у нее ноги сначала были вообще назад потом потихоньку она под себя их начала брать потом она вставала на ноги но у нее согнуты были пальцы и сейчас она уже становится на открытую как сказать на лапу с уже с отопыренными пальцами уже все хорошо я очень рад что мне удалось ее вытащить потому что мне надо было ее убирать по большому то счету но я решил что можно попробовать и у меня получилось так что если ваши индюки падают на ноги если не дай бог что-то с ними случается то можете мне обращаться я буду рассказывать вам как это да сейчас в принципе покажу вам какими препаратами я ее лечил я говорю творог 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 через день обязательно в таком хорошем количестве она серьезно очень с таким большим аппетитом его поедала потом этот кальций жидкий я набирал ей и в воду на пол-литра воды я давал один кубик 1 2 вот так ничего страшного если там чуть больше будет просто она будет горькая и еще я набираю сприц и кубик кубику два кубика один кубик кальция этого один кубик воды и прям ей насильно так открывал рот и туда также и продевит один день вот этот кальций один день продевит витаминчик по два кубика и как видите нам удалось восстановить ее я этому лишь говорю очень очень рад я сегодня пришел она сегодня только нашего вставать ну на пальцы такие открытые как правильно сказать до этого она была таких на сжатых пальцах ходила конечно очень обрадовался это шикарные новости а по поводу яиц я говорю пишите у кого какие результаты какие результаты и мы будем разговаривать дальше как делать потому что цена ну не маленькая естественно ну такова цена на рынке я же говорю у меня она никак не завышена с этими ценами на зерновые говорят еще будут комбикорм будет 20 гривен стартовый корм пшеница уже по 9 ну я не знаю вообще что будет дальше честно как она что она не буду ничего там рассказывать что ну посмотрим поживем увидим как говорится так что такие вот дела пишите не стесняйтесь пишите на вайбер кто заказывал у кого какие были результаты и мы уже будем кстати вот по уткам мускусным я не думаю что вообще там возможен какой-то хоть процент неоплода вот такого много них регулярно топчут первые 15 яиц у меня забрали женщина у нас с одесской области зовут анна я так сказал женщина девушка извиняюсь и посмотрим результатах она мне напишет они сами приехали сами забрали это очень удобно то есть никаких пересылок никаких почт это конечно намного лучше чем пересылать по почте яйца крупные яйца хорошие единственное что я просил чтобы не мыли чтобы их немножко протерли помыли перед инкубацией потому что когда я хранил я не хотел некоторые из них немножко такие грозноватые попадаются когда хранил особо не хотел протирать там при хранении желательно их не мыть а так они прям перед самой инкубацией протрут их и все будет хорошо ну это не страшно что где-то немножко грязно главное чтобы оно не в помете было там немножко было и погода была плохая болото это ничего страшного так что ой ты иди в кадр попал это следующее видео хочу заснять подписчикам не лезьте в кадр пускай интрига будет да обязательно скоро будет видео о том кого я приобрел то есть точнее мы приобрели на выставке в николаеве и не только на выставке еще в одном месте купил там очень что-то интересное это все расскажу покажу я надеюсь вам будет интересно ну все рассказал все точки над и расставил принципе пишите комментарии задавайте вопросы ставьте лайк дизлайки до новых встреч на просторах ютуба